Рейтинга Рейтинг не выходит уже три года, а Миллер, вставший у руля газового монополиста в 2001 году, по-прежнему управляет «Газпромом». Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года. Даже руководители советского нефтегаза времен застоя так долго на своих постах не держались. Даже Игорь Сечин впервые оказался у руля «Роснефти» на три года позже, чем Миллер в «Газпроме». Алексей Миллер родился в 1962 году в ленинградской семье с неплохим достатком. Его родители работали в закрытом НИИ, где занимались разработками радиоэлектроники для советской военной авиации. Школу Миллер окончил на одни пятерки, но золотую медаль не получил, не попал под квоту, распределяемую районом. Миллер подумывал поступать на эконом-факт Ленинградского университета, но в итоге пошел в финансово-экономический институт, потому что там, как говорил сам Миллер, дают профессии, которые ближе к реальному делу. После выпуска он защитил диссертацию в том же вузе. Путевкой в жизнь для Миллера стал интеллектуальный клуб «Синтез», собиравшийся в Ленинградском дворце молодежи в конце 80-х. Там молодые ученые Андрей Ларионов, Михаил Маневич и другие обменивались докладами об экономике и госуправлении. Однажды в «Синтезе» выступал с докладом Анатолий Чубайс. Миллер стал одним из специалистов в руководстве Ленинграда-Петербурга, когда мэром города был Анатолий Собчак. Начальником Миллера был Владимир Путин, возглавлявший комитет по внешним связям. Среди сотрудников мэрии были Дмитрий Медведев, Игорь Сечин, Алексей Кудрин, Герман Греф, Сергей Нарышкин и другие будущие путинские чиновники. После поражения Собчака на выборах 1996 года многие из них уехали работать в Москву. А Миллер остался в Петербурге, где он три года был директором морского порта по развитию и инвестициям. В 1999 году он возглавил компанию «Балтийская трубопроводная система». Это стало его первым опытом в энергетической отрасли. После прихода Путина на президентский пост Миллер переехал в Москву, где стал заместителем министра энергетики в правительстве Михаила Касьянова. После года работы в министерстве он стал председателем правления «Газпрома». С первых лет работы Миллера «Газпром» стал частью путинской вертикали. На протяжении 2000-х годов росла и доля государства в «Газпроме», и доля «Газпрома» в сырьевой отрасли. Холдинг «Газпром Медиа» при Миллере стал одним из главных игроков на рынке СМИ. Ему принадлежат телеканалы НТВ, ТНТ и МАЧ-ТВ, радиостанции «Эхо Москвы» и «Авторадио», кинокомпания «Централ Партнершип», видеохостинг «Рутьюб» и другие активы. Отдельная история – разгром старого НТВ, работа которого, мягко говоря, не нравилась власти. Президент, может быть, захочет, а может быть, не захочет отдать очередному боярину очередную вотчину. И он с этой вотчиной будет разбираться. А холопы это примут. И, как получилось, «Газпрому» очень выгодно сейчас получить эту вотчину. Основные парадные достижения «Газпрома» связаны со строительством крупных инфраструктурных проектов – магистральных газопроводов «Северный поток», «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Эти коммерческие проекты рассматриваются в качестве больших строек общероссийской и даже всемирной значимости. Одной из главных тем в современной истории «Газпрома» стало газовое противостояние между Россией и Украиной. Первое обострение конфликта из-за газа произошло после «Оранжевой революции» в 2005 году. При президенте Викторе Юныковиче конфликт был на несколько лет улажен, но вспыхнул с новой силой в 2014-м, когда цену на газ для Украины повысили почти в полтора раза. Украина должна заплатить по долгам. Хочу напомнить цифру, которую мы не раз называли. Это задолженность за ноябрь-декабрь – миллиард 451 миллион долларов. Нетрудно заметить, что обострения энергетического конфликта совпадают с политическими кризисами в отношениях двух стран. Но если за рубежом у «Газпрома» сложилась репутация политического оружия Кремля, то для россиян это прежде всего привлекательный работодатель. До недавнего времени «Газпром» и его дочерние предприятия занимали первые места в списках лучших, по версии россиян, работодателей. Сегодня «Газпромнефть» занимает второе место в рейтинге работодателей России. В 2008 году, когда «Газпром» с размахом отмечал 15-летие в Кремле, капитализация компании составляла 360 миллиардов долларов. А Миллер обещал увеличить ее до триллиона. Но в июле 2019 года она колебалась у отметки в 90 миллиардов долларов. Необходимо последовательно избавляться от всего, что тянет компанию вниз, мешает ее динамичному развитию, дает повод для обвинения в неэффективности. В 2018 году вышел нашумевший отчет «Сбербанка» об эффективности строек «Газпрома». Согласно отчету, основную выгоду от проектов «Газпрома» получает не государство, а короли госзаказа – Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко. «Ведь все-таки это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас». После публикации отчета «Сбербанк» открестился от результатов анализа и уволил его авторов. Миллер с детства увлекался футболом, а с 2005 года руководит самым успешным футбольным клубом России. За это время петербургский «Зенит» пять раз становился чемпионом страны. А в 2008 году выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. «Зенит» стал символом больших денег в российском футболе. В последнее десятилетие большинство самых дорогих игроков чемпионата играли именно в Петербурге. Известных зарубежных тренеров в «Зените» тоже хватало. Кроме того, при Миллере «Газпром» приобрел хоккей НСК из Санкт-Петербурга, который дважды выиграл Кубок Гагарина. Самый престижный клубный приз европейского хоккея. За СКА выступали многие российские хоккейные звезды, до этого сделавшие карьеру в НХЛ. Миллер также заведует российскими государственными подромами. Наряду с Рамзаном Кадыровым он главный любитель скачек в российской элите. Любовь к футболу и скачкам – это почти все, что известно о Миллере помимо официальной информации. Миллер избегает публичности, но кое-что из его частной жизни стало достоянием общественности. О начальнике «Газпрома» писали как о владельце самой роскошной недвижимости Подмосковья. Этот огромный дворец на берегу Истринского водохранилища даже окрестили Миллергофом. Знакомые Миллера говорят о нем как о тихом и исполнительном карьеристе, который всегда следовал за Владимиром Путиным и четко выполнял его задачи. При этом истинные управленческие качества Миллера оценить трудно. И взлет «Газпрома» в 2000-х годах, и падение в 2010-х происходили на фоне роста и снижения мировых цен на природный газ, глобального финансового кризиса и ухудшения отношений России с Западом.